Всем доброго здравия! В эфире видеоблог Великий Цветной и с вами Константин Филимонов. Очередное вручение премии Оскар состоится 26 февраля 2017 года. Пока что не сформирован даже лонг-лист номинантов, но мы уже знаем четверых счастливчиков, которые стопудово станут обладателями заветной статуэтки. Итак, почетный Оскар получат режиссер документального кино Фредерик Вайсман, режиссер монтажа Энви Коутс, кастинг-директор Лин Сталмастер и, о чудо, впервые в истории премии Оскар. Он удостоен представитель Китая и не кто-нибудь, а не превзойденный Джеки Чан. Впрочем, о Джеки мы еще поговорим, а сначала вкратце я расскажу вам о других призерах. Фредерик Вайсман – документалист прославленный. Он обладатель «Золотого медведя» Берлинского кинофестиваля, почетного «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля за вклад в мировой кинематограф и премии Каннского фестиваля 2016 года. На его счету 48 фильмов. А еще Фредерик Вайсман – профессор. Он преподает лучший в США курс режиссерского мастерства документального кино. Субтитры создавал DimaTorzok Игорь Горбина, северный колес и духовный колес, т.е. Горбина, «Золотого лица». Игорь Горбина, директор, его мастерство в голове. Игорь Горбина,… игорь, гимназарский, towel, использование, серредство,700,700,800,700,700,700,700,700,700,700. Игорь Горбина, северные колес. Мы также – а то, что делаем форекс за вклад, с целью. Игорь Горбина, наверняка, я таксно. Таким образом, музыка, фильм, философии, сайон. Энви Коутс – монтажер штучный. В Голливуде она востребована и почитаема настолько, что при монтаже ей доверяют переделывать любой режиссерский замысел до неузнаваемости. За это ее обожают продюсеры, ну и лютой ненавистью ненавидят режиссеры. В ее фильмографии такие ленты, как «Убийство в Восточном Экспрессе», «Человек-слон», «На линии огня», «Вне поля зрения», «Чаплин», «Эрин Брокович» и еще пять десятков кинолент. В 1963 году Энви Коутс уже получала Оскар за монтаж фильма «Лоуренс Аравийский». В этом фильме она переставила местами некоторые сцены и сократила кинокартину практически на 60 минут, выбросив в корзину все лишнее. А в результате на экране появилась необходимая сюжетная динамика, которая понравилась и зрителям, и критикам, и киноакадемикам. И даже режиссер фильма Дэвид Лин был вынужден согласиться, что в этом варианте «Лоуренс Аравийский» смотрится лучше. Правда, когда режиссер это говорил, он почему-то скрипел зубами. Лоуренс Аравийский. Лейтенант Лоуренс не ваш военный советник, но мне интересно его мнение. Черт побери, Лоуренс, вы чьи приказы выполняете? Принца Фейсала. В шатре Фейсала. Питер Атул в роли Лоуренса Аравийского. Каким он был на самом деле? Этот таинственный персонаж, который при жизни стал легендой. Я никогда не встречал столь выдающегося человека. Он был великим. Он был поэтом, ученым и могучим воином. А еще он был самым бессовестным эксгибиционистом со времен Барнума и Белли. Чего, по-вашему, они надеются добиться этой войной? Они надеются обрести свободу. Наивные бедолаги. Они ее получат, мистер Бентли. Я им ее дам. Лоуренс и Аравия. Вместе они творили историю. И теперь звезды мировой величины поведают нам о том, как это было. Актер и продюсер Лин Сталмастер имеет в своем активе всего лишь 10 работ. Но в США Сталмастер – личность легендарная. Потому что вот уже полвека он считается одним из самых влиятельных кастинг-директоров Голливуда. Иными словами, он зажигает звезды. И любой начинающий киноактер мечтает попасть в поле зрения великого Сталмастера. В 2012 году режиссер Том Донахев снял жутко популярный документальный фильм-кастинг. И в этой киноленте Лин Сталмастер и другие ведущие кастинг-директора рассказывают, как они в свое время нашли никому неизвестных актеров. Клинта Иствуда, Аль Пачина, Роберта Доннира, Тома Хэнкса, Дастина Хоффмана и многих-многих других. Она действительно является замечательной женщиной, абсолютной геннази. Верующие мои opinions были spot-on. Марион Дорогерти, которая уникла новая путь в этом районе. Действительно committed, риск-taking. Она была в корнерстоне в фильме. Она была sort of the dean of casting directors. Она была в специальной характере в ее личности. Она owned that position of casting she was in. Марион Дорогерти не понимала о том, что casting все было. Марион Дорогерти растет продам not tax дом. Она известны в transitioned мире. Марио Дорогерти не знал, чтоы насел Ughатьовна и не было в частности д dummyмтора. Марион Дорогерти не знал, что он с드�ahrали новую технологию. öще было так, что люди не знали в виду там хорошо различные данные деления. Однако, братцы, согласитесь, что, не умаляя заслуг вышеперечисленных киношников, их имена знают лишь профессионалы, да и то немногие. Но Джеки Чана знают все, от мала до велика. Его имя – олицетворение силы, ловкости и бесконечного юмора. А еще Джеки Чан состоит в черном списке всех страховых компаний мира. Все трюки в кино Джеки исполняет сам и только сам, поэтому калечит он себя на съемочной площадке так нещадно, будто это не его собственное тело, а кости и мясо его злейшего врага. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Почетный Оскар будет вручен актеру, который снимался не в драматических фильмах, а в комедийных боевиках. Вот один мой товарищ сказал, что это, мол, политические игры, так америкосы заигрывают перед Китаем. А я спросил, да неужели Джеки Чан не заслуживает Оскара? И в ответ услышал, заслуживает, конечно. Вот и все на сегодня. С вами был видеоблог Великий Цветной и Константин Филимонов. Увидимся в кинотеатре!